Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Виктор Хажиров, решил тоже поучаствовать в челлендже, стихотворении, посвященном Великой Отечественной войне, нашей Великой Победе. Это стихотворение было опубликовано в июле 1942 года. Это стихотворение убило немало наших врагов, воодушевляя бойцов Красной Армии на беспримерный подвиг. Солдаты переписывали его друг у друга на клочках бумаги и заучивали его наизусть. Стихотворение называется «Убей его!» Константин Симонов. «Если дорог тебе твой дом, где ты русским выкормлен был, под бревенчатым потолком, где ты в люльке качаясь плыл. Если дороги в доме том, тебе стены, печь и углы, дедом, прадедом и отцом в нем и схожные полы. Если мил тебе бедный сад с майским цветом, жужжанием пчел и под липой сто лет назад гидом вкопанный стол. Если ты не хочешь, чтобы пол в твоем доме немец топтал, чтобы он сел за гидовский стол и деревья в саду ломал. Если мать тебе дорога, тебя выкормившая грудь, где давно уж нет молока, лишь щекою можно прильнуть. Если вынести нету сил, чтобы в немец постоем встав, по щекам морщинистым бил, косу на руку намотав. Чтобы те же руки ее, что несли тебя в колыбель, мыли гаду его белье и стелили ему постель. Если ты отца не забыл, что качал тебя на руках, что хорошим солдатом был и пропал в карпатских снегах. Что погиб за Волгу, за Дон, за отчизны твоей судьбу. Если ты не хочешь, чтобы он перевертывался в гробу. Чтоб солдатский портрет в крестах немец взял и на пол сорвал. И у матери на глазах на лицо ему наступал. Если ж тебе, что старик, старый школьный учитель твой, перед школой в петле паник, гордый старческой головой. Чтоб за все, что он воспитал и в друзьях, и в тебе, немец руки ему сломал и повесил его на столбе. Если ты не хочешь отдать ту, с которой вдвоем ходил, ту, что долго целовать не посмел, так ты ее любил. Чтобы немцы ее взяли силой, зажав в углу, и распяли ее живьем, обнаженную на полу. Чтоб досталось, трем этим псам, в муках ненависти, в крови, все, что свято берег ты сам, всею силой мужской любви. Если ты не хочешь отдать немцу с черным его ружьем, дом, где жил, жену и мать, все, что родиной мы зовем, знай, никто ее не спасет, если ты ее не спасешь. Знай, никто его не убьет, если ты его не убьешь. И пока ты его не убил, ты молчи о своей любви. Край, где рос и дом, где жил, родиной своей не зови. Если немца убил твой брат, если немца убил твой сосед, это брат и сосед твои мстят. А тебе оправдания нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Если немца убил твой брат, это он, а не ты солдат. Так убей же немца, чтобы он, а не ты на земле лежал. Не в твоем дому, а в его, чтобы стон по мертвым стоял. Так хотел он, это его вина. Пусть горит его дом, а не твой. Пусть не твоя жена, а его пусть станет вдовой. Пусть исплачется не твоя, а его родившая мать. Не твоя, а его семья понапрасно пусть будет ждать. Так убей же хоть одного, так убей же его поскорей. Сколько раз его увидишь, столько раз его и убей. Очень эмоциональное стихотворение. Как раз его напечатали перед Сталинградской битвой. И надеюсь, что бойцы Красной Армии шли в бой, выучив это стихотворение. И наверняка оно убило немцев. Это фашистская тварь, которая напала на нашу страну. Не меньше, чем какой-нибудь пулемет или какое-нибудь другое оружие. Спасибо за внимание.